Бисмиллахи ррахмана ррахим. Альхамду лиллах. Ва салату ва саламу аля Расулиллах. Ва аля алиху асхабе ажмауин амма ба'ад. Продолжим, Ираб, грамматический разбор суры Аль-Айадияд. Скачащий. Разбирая первый айт, мы сказали, что Аль-Вау — это харфа Qasim'in wujar'in — частицы клятвы и джар, то есть родительного падежа. Аль-Айадияд — это маджрур мбил вау, поставлен харфом вау в состоянии джар. Валь-джару валь-маджрур харфу джар вау и поставленное им состояние джар има аль-Айадияд, мутаалликун бифи'али лкасамин махадуфи въюджубан, связано, состоит в смысловой связке со скрытым, удаленным в обязательной форме глаголом уксима. Валь-джумлету лфи'алиюта минал фи'али вау фа'али, глагольное предложение, состоящее из глагола и вау фа'али, все это ибтидаиюту, начальное предложение. Ла махалла лахаминал ираби не имеет места в падеже. Про слово «дабхан» мы подробно поговорили, сказав, что это или мафуулен мутлакун, абсолютно мастер, свободно от ограничения дополнения, или халун, или обстоятельства образа действия. Продолжим. Фаль маурияти кодаха и клянусь высекающими, то есть искры, высеканиями. Аль-фа это харфаатин, союзная частица, союз, мобнива на фатхи с неизменяемым кончанием с фатха на конце. Про это слово мы можем сказать, что в нем могут быть те же варианты и арабы, что и у слова «дабха» в предыдущем аяте. Так оно может быть мафууль мутлак, абсолютным мастером, свободным от ограничения типа мафууль бихи или фиихи или маа и т.д. То есть это свободное от ограничения дополнения. Муаккедун ли аймлих усиливающий свой аймли, свой фактор. В этом случае его фактор мио аймли это у нас удаленный глагол тэгдаху. Аймлиху фиулен му кадрун би тэгдаха, который вместе со своим фаулем будет хал, обстоятельственного образа действия, на месте падежа насп. Аль-фиуле мааа фаэльхи фи махал ли насмин хаулен мяль маурият. Ай фаль маурияти код тэгдаху кадаха. Или же кадахан это маа фаль мутлак лил маурияти на вся. Слово кадхан может являться абсолютным мастером для самого слова аль маурият. Ля аналь ира аль лидзи мин халь маурият мин аль кадах. Так как слово аль маурият образовано от мастера ира аура юри иран, который имеет значение слово кадаха. То есть это слова синонимы, так же как например кумт вукуфан или жалесту куудан и т.д. Значит в первом случае аймли его аймли его фактор это глагол тэгдаху, а во втором случае это сам аль маурият, само слово аль маурият. Так же кадхан может быть и халь обстоятельственным образ действия, т.е. фаль мурияти каадихатин ау завати кадхан. Во всех случаях аля кулли халин кадхан мансубан. Поставлено в составе нас в винительном падеже. Ираб фаль маурият точно такое же как его слово аль маурият без какой-либо разницы. Просто добавим, что аль маурияти соединено с предыдущим словом аль маурияти, так как здесь использован союз фа, который в отличие от твава не соединяет все с первым, а с предыдущим. Значит, альфа это харфа адфина, а аль маурият маурият не будем все это повторять. Субхан это зарфу замалин, мафулин фи, обстоятельства времени, слово обозначающее здесь время совершения действия. Поставлено в составе нас в винительном падеже словом аль маурияти, так как оно и смуфаальное, имя действователя, а образовано от глагола югиро. А значит воздействует на окончание других слов, так же как и свой глагол. У аламута нас в признак падежа нас в этом имени аль фатхата злахирату аля ахири, явная фатха на его конце. Аллаху а'нам.